Психиатрическая партия Кандидат биологических наук по специальности фармакология Разработчик тестов скрининга нейролептиков Автор патента на новый психотропный препарат с продолжительной нейролептической активностью Дилепт Область научных интересов моделирования различных форм психопатологии человека и животных Нина Анатольевна представит нам цикл из своих мини-презентаций Точнее презентация изначально была большая Но, соответственно, под формат канала мы сделаем несколько более маленьких По тому, как, собственно говоря, проводятся исследования Планирование и проведение экспериментов в трансляционных исследованиях Я думаю, что, может быть, эта тема и покажется немножко тяжеловата Для восприятия в рамках научно-популярного нашего канала Но, безусловно, это очень важная и нужная тема Причем, может быть, ну и даже не может быть, а практически наверняка это более важно и нужно Скорее именно профессионалам Поэтому ролики будут размещены в разделе Психиатрия для профессионалов Ну и, собственно говоря, всем интересующимся вопросом психического здоровья И научного подхода к этому психическому здоровью Думаю, будет полезно посмотреть С конца 90-х, начала нулевых годов В научный обиход вошло понятие трансляционное исследование Что это такое? Рассмотрим этот вопрос Наиболее лаконичное определение трансляционных исследований – это такое Использование открытий на пользу пациентам и обществу А сам термин «трансляционное исследование» определяется Европейским обществом трансляционной медицины Как междисциплинарная отрасль биомедицинской науки Чем этот подход отличается от традиционного? Коллеги старшего поколения помнят, что традиционно было деление на фундаментальные и прикладные исследования Даже было две академии наук Так называемая Большая академия, в которую входили биологические институты Занимающиеся «чистой наукой» в кавычках И Малая, то есть Медицинская академия, в которую входили отраслевые НИИ И в то время это деление всех устраивало Хотя представители «чистой» в кавычках науки в своем кругу несколько свысока Смотрели на коллег из отраслевых НИИ Целью фундаментальных исследований считалось приращение нового знания А целью прикладных исследований считалось достижение практического результата Трансляционные исследования же предполагают совместную работу теоретиков и практиков То есть работает одна команда Часть которой, так называемая, стоит у исследовательского стенда Бенчсайт, у стенда А часть у постели больного, бэдсайт А информация передается от одних членов команды других Это называется комьюнити, одна команда Очевидный вопрос А зачем это надо? Или по-простому А зачем мышек мучить? И ответ на этот вопрос лежит даже не в этической плоскости Просто в настоящее время медицина стала доказательной И изменились требования к проведению клинических исследований Термин доказательная медицина был предложен группой канадских ученых из университета Макмастера в Торонто в 1996 году Вскоре после того, как в результате ревизии всех известных медицинских вмешательств оказалось, что каждое второе вмешательство, которое использовалось на врачами, не имело доказательства своей эффективности Клинические исследования в доказательной медицине строятся по определенному дизайну Одним из ключевых принципов является двойной слепой метод То есть при проведении исследования и до завершения курса лечения ни врач, ни сам пациент не знает, получает он лекарство, то есть лечение, или же плацебо, имитацию лечения При этом пациент подписывает согласие получать то или иное Распределение по группам, получающих лекарство и получающим плацебо, проводится случайным образом, то есть рандомизированно Сравним возможности поиска доказательств клинических и экспериментальных исследования Вот типичный пример очереди к врачу Стоят женщины разного возраста, характера, физической конституции и сопутствующих соматических заболеваний Различаются они также по типу питания, уровню физической активности, интенсивности ежедневного стресса, так называемый лайф-стресс, ну и так далее И этих людей, вот именно этих, надо рандомизированно разделить на группы, то есть создать примерно одинаковые по составу выборки для оценков эффектов плацебо и изучаемого способа лечения А вот внизу крысы, идентичные генетически, живущие в строго контролируемых условиях и без сопутствующей соматической патологии одного возраста Но очевидно, что проводить исследования на крысах гораздо проще в этом отношении, чем на человеке Но при этом возникает вопрос, а на каком основании мы будем переносить данные, полученные на животных, на человека? Данную проблему решает концепция эндофенотипа Идея заключалась в том, что гены не напрямую влияют на поведение и на симптоматику Их действия опосредованы в первую очередь белками, на основании которых они, на основании генов они синтезируются Уже специфика белков определяет специфику медиаторных процессов в структурах мозга Это так называемый физиологический эндофенотип, он находится внутри организма Вот эти процессы и структуры мозга определяют специфику психических функций То есть так называемый поведенческий эндофенотип То есть то, что определяет поведение человека или животного И тоже находится внутри этого человека или животного А нарушение психических функций приводит к искажению поведения, то есть фенотипов, конкретных условий жизни Которые уже определяются в терминах психиатрии Ну, например, человек ставит диагноз депрессия Вот с этой точки зрения животные в трансляционных исследованиях являются модельными организмами Они моделируют человека И на этих модельных организмах можно изучать те или иные черты эндофенотипа человека Это наши модельные пациенты Очевидно при этом, что, как и всякое изделие человека, модели могут быть разного уровня сложности и разного уровня качества И вот о качестве модели и о способах проверки качества этих моделей поговорим в следующий раз Благодарю за внимание Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...